Однажды в лесу открылась лесная школа. На большой полянке собрались все, кто хотел в ней заниматься. Среди учеников была белка, орел, утка и заяц. И вот начались занятия. В этой школе проводились разные предметы. Один предмет был лазанье по деревьям, второй предмет был полеты, третий предмет был на прыжки и четвертый предмет был на умение быстро плавать. И вот представьте, как проходили занятия. Первым предметом стояло лазанье. Все ученики собрались на полянке и учитель показал, как правильно это делать. Догадайтесь, какие отметки стояли у учеников? Конечно, у белки была пятерка. Утка никак не могла одолеть дерево, хотя очень на нее пыталась, зато с легкостью прилетела и села на нижнюю ветку. Заяц прыгал высоко, но зацепиться лапками за ствол ему не удалось. А орел даже и не пытался. Он сверху смотрел на всю эту затею и думал, зачем мне это надо. По следующему предмету прыганью ситуация была подобна. Заяц был на высоте и получил пятерку. Орел прыгал хорошо, но не очень далеко, потому что лапы его не были приспособлены к прыганию. Белка справлялась неплохо, а вот утка как не пыталась прыгнуть дальше, чем ее лапки, но так и не могла сделать это. К чему я это рассказывала? Очень часто обучение в школе выглядит так же, как обучение на примере этих животных. Те предметы, которые преподаются, охватывают все спектры нашей жизни. Но наши таланты и наши способности не являются всеохватывающие. Мы специализируемся только на одном. Как утка может только плавать, но не может лазать по деревьям, как белка может лазать по деревьям, но плавать она не может, так и мы в каких-то предметах оказываемся более сильными, в каких-то предметах мы не успеваем. Как же быть? Ученые долго рассматривали этот вопрос, понимая, что достаточно большой процент учащихся в наших школах не являются хорошими учениками. И со временем развилась множественная теория интеллекта. О чем она говорит? Если раньше уровень интеллекта изучался по тем параметрам, которые рассматривали аналитические способности и способности к решению математических задач, то со временем ученые пришли к выводу, что интеллект выражен не исключительно в знаниях математики, но также может иметь разную направленность. Так, например, человек, владеющий способностями говорить на многих языках, тоже по-своему умен. И этот интеллект называют словесно-лингвистическим. Человек, который способен к конструированию, как, например, механики, тоже обладает определенным интеллектом механическим и так далее. На сегодняшний день существуют различные версии этой теории интеллекта. Но мы с вами поговорим о стилях обучения, которые подчеркивают важность четырех особенностей мышления человека. Это способности к воображению, это способности к абстрактному мышлению, способности применять знания в практике и способности выдвигать различные идеи. Этот материал основан на методе Бернис Маккарти. Предложены четыре стиля, которые существуют в способе понимания человеком действительности и четыре способа обучения, которые мы будем с вами рассматривать. Эти стили обучения условно делят учеников на четыре категории. Одни ученики называются с развитым воображением. Это ученики, которые легко переходят от действительности к идеям и воспринимают ее очень широко через чувственное восприятие. Другие ученики аналитически и развитые. Это те, которых мы привыкли считать умнейшими. Те, которые хорошо занимаются по естественным научным предметам и с легкостью решают математические задачи. Следующая категория учеников и следующий стиль это ученики с развитым здравым смыслом. Это те ученики, которые могут учиться только на конкретных, на какой-то конкретной практике, на конкретных идеях. Эти ученики с трудом увлекаются и философскими идеями, и тем, что не связано с практикой реальной жизни. И, наконец, динамически развитые ученики, которые живут в мире идей, придумок и творческого мышления. На наших дальнейших лекциях мы рассматриваем каждый из этих стилей отдельно и посмотрим, каким образом ученикам с соответствующим развитым интеллектом лучше проходить обучение.